Третий большой женский форум открытого из мира заборных участков! Большой женский форум продолжается в ТРК Гулливер, в арт-пространстве Гулливер. Ну что же, много интересного у нас здесь впереди, яркие спикеры, которые готовы делиться своей мудростью, своими знаниями. Конечно, прекрасная организация. Здесь всем комфортно и здесь каждый может узнать для себя что-то важное, нужное и интересное именно ему. Узнаем и мы, что здесь есть важного, хорошего и интересного. Алена, Телеканал Арпитер. Чуть-чуть, что у тебя здесь такого происходит? А здесь происходит мастер-класс «Твое время пришло» или «Дорожная карта к мечте» на основе идеи «Путь героя», потому что каждый из нас является героем, каждый из нас работает с собой. Идея взросления, она близка, по сути дела, всем. И ради чего собрались люди, которые в свой выходной день, в свое воскресенье пришли сюда за собственным развитием. Это как раз та самая осознанность, личностный рост, которым я всех желаю и приглашаю, потому что мечта просто так в руки не падает. К ней нужно прийти. Дорожную карту девочки строят. Генеральный продюсер Телеканала Арпитер, он же мастер целительских практик. У него здесь свой большой круг тех, кто желает понять и многое изменить в своей жизни. Самое главное, что действительно было бы желание, а изменения, они возможны и они реальны. Света, Телеканал Арпитер. В чем особенность твоего мастер-класса? Мой мастер-класс о преображении, в том, чтобы внутри загорался огонь, женщины обретали для себя понимание себя, своих целей, задач в жизни и могли уже с сегодняшнего дня и с этой минуты начать действовать, тем самым объединяя внутреннее и внешнее преображение. Ольга, Алексей, Телеканал Арпитер. В чем особенность вашего мастер-класса? Особенность нашего мастер-класса в том, что мы более системно рассматриваем эту историю. И вот нам очень понравилось, что коллеги стали делиться своим опытом, и мы делимся своим. И вот, мне кажется, самая такая вот ценность в обмене опытом. В чем особенность вашего мастер-класса? Ну, смотрите, я бизнес-леди и мама десятерых детей. И самый главный вопрос, который мне задают, как вы все успеваете? Соответственно, мы сегодня делились с нашими прекрасными дамами секретами того, как успевать все, именно женщины, как выстроить свой день, неделю, год для того, чтобы укладывалось все и творчество, и саморазвитие, и семья, и дом, и работа. Вы дарите бесценный ресурс, время. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. В чем особенность вашего знания, которым вы делитесь? Мое знание, оно заключается в том, что я рассматриваю человека в различных плоскостях. Это стык психологии, физиологии и энергетики. Физиология – это, получается, у нас различные воздействия на человеческий организм при помощи тактильных воздействий. Это, получается, и растяжки, это моменты обдавления в рамках шаацу, это моменты классических и неклассических методик воздействия, как массажные методики. Психология – это взаимоотношения человека с самим собой. И с точки зрения энергетики – это полное понимание энергетической структуры человека в рамках его чакральной системы, системы меридианов и общего понимания восточной медицины в рамках пяти элементов. Что же, рядом со мной Алиса Брайзенберг. Она одна из, получается, основателей. Получилось, так? Ну да, создатели этого форума. А сейчас уже третий. Видишь ли ты развитие? Что поменялось? Куда идет дальше процесс? Да, на самом деле я вижу развитие, и мне очень приятно то, что вот эта динамика, количество людей, да, и они все красивее и красивее, их больше, они счастливее, эмоциональнее, и прям чувствуется, что вот наша аудитория собирается тех женщин, которые как бы приходят уже, понимая, зачем они сюда приходят. И многих я уже вижу не в первый раз, и это тоже очень приятно, потому что и видны сразу их трансформации, потому что все наши форумы, они направлены именно на внутреннюю трансформацию, на раскрытие каждой женщины, ее индивидуальности в разных областях. И видно заинтересованность, просто каждый стол, он вот прям обильно занят гостями, которые пришли послушать, что-то новое узнать. Да, это тоже очень здорово, потому что спикеры у нас совершенно разные, и, господи, как правильно сказать, и на духовность направлены, да, и на тело, и на психологию, то есть вообще совершенно разные области. Все грани жизни. Да, мы стараемся затронуть все, и то, что все занято, все места, это очень классно, но мне сегодня удалось попасть на трансформационную игру. Так. Это было классно. То есть я шла без запроса, но игра сама дала мне запрос, который мне очень откликнулся, очень понравился. Да, так поиграть и поменять полностью свою жизнь. И что самое интересное, когда я зашла в зал, один из людей, который меня уже видел, говорит, ой, ты что, переоделась? А я понимаю, что я просто сыграла в трансформационную игру. И жизнь чуть-чуть поменялась, и это здорово. Но тут, надо сказать, помимо вот этих процессов трансформации, очень много наставников, которые можно себе посмотреть, пощупать, познакомиться, понять, какой твой, какой не твой, это очень важно. Тут очень много представлено и другой красоты, да, которую можно тоже примерить на себя, вот украшения разные всякие. Да, для девочек это вообще очень актуально, обновить свой аксессуарный гардероб и не только, и познакомиться и с новыми дизайнерами, и действительно и с наставниками, что для каждой девочки, мне кажется, важно, когда есть человек, на которого открывается душа. И самое, мне кажется, главное, что тут прям среда, среда людей, которые сами трансформируются, помогают в трансформации, участвуют в трансформации, раскрываются, помогают раскрываться другим. И это, мне кажется, самое ценное. Если еще не были, то обязательно. Сто процентов. Тут очень классно. А сейчас Анна Бурухина, она тоже основатель этого форума, и он уже третий раз проходит здесь в ар-пространстве Гулливер. И что мне кажется самым важным, помимо всего того, что здесь происходит, это что здесь создается атмосфера, которая комфортна, которая приятна. Прийти, найти, посмотреть наставника, приглядеться, кто-то подходит, кто-то нет. Да, важно своего найти, услышать про такие практики, такие подходы, методологии. Да, каждый находит то, что ему интересно, остается с этим специалистом на время мастер-класса. Если он ему подходит, то они и дальше продолжают работать вместе с той темой, которая заявлена. Например, тема денег, тема здоровья, тема отношений. Вот, например, Георгий Галенко, у него тема отношений, у него всегда, кстати, аншлаг. Ну, аншлаг, надо сказать, что вот на всех столах, я наблюдаю, вот, и я тоже проводил, у меня было много народу, много людей, они приходят, и, видимо, они находят то, что здесь нужно. Но мне нравится, что тут еще представлена красота в разном виде, да, выкрашения, вот, цветы там стоят, вкусняшки тут дают нам попробовать. То есть можно и стоять за прилавками, сейчас даже не сами продавцы, а дизайнеры, которые создавали эти вещи. Да, 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 дизайнеры. И это вдохновляет еще больше, что ты можешь выйти, да, из каких-то своих страхов. И померить что-то новое, конечно. И, может быть, в следующий раз прийти уже и самому бы дизайнером, да, или открыть себе тоже наставничество и показать что-то новое этому миру. И вот это, мне кажется, самое ценное, вот дух такой открытой яркости, да, когда каждый может раскрыться, помочь другим. Да, каждый может проявиться так, как он хочет. Я, например, раскрыла трех человек, которые стали дизайнерами. Кто-то приходит, это вообще очень, будьте аккуратны. Да, или спросите с дизайнером, или еще кем-нибудь. Ну, это здорово, потому что вот эти краски жизни, они действительно заряжают и обогащают людей внутренне и материально тоже, да. Да. В этот раз больше было участников. Да, в этот раз у нас заявлено 190 человек, пришло, наверное, человек 170. И я очень вам благодарна, что вы пришли, потому что человеческий фактор – это самое главное, что вы поддерживаете, что вы любите, дарите цветы. Я благодарна за подарки, которые несут участники. Так что ждем вас и на четвертом форуме. Много интересных мастер-классов, много интересных людей. Даже много интересных всяких женских мелочей. Но интересный мастер-класс от Алексея Рябкова мы отдельно так и не поговорили, что же там такое происходит. Потому что Леша подходила к каждому, кто проводил мастер-класс. Ну, почти к каждому, конечно, там не ко всем, не ко всем. Вот давай-ка ты сейчас побудь со стороны, интервьюируем, Ого, и расскажи свои ощущения про свой мастер-класс. Ну, я проводил свою короночку, мой любимый мастер-класс, который я очень часто провожу в разных аудиториях, разных местах. И, правда, конечно, здесь. Это про формулу успеха, что помогает человеку достичь его собственного успеха, а не чего-то там, который ему сказали, что ты теперь должен быть успешным в этом, а своего собственного. И поделиться и практиками, и какими-то направлениями, чтобы это был стиль жизни. Как, собственно, оставаться собой в разных ситуациях и держать вот эту волну, и на ней опираться. И что могу сказать? Мне, конечно, порадовала аудитория. Мне порадовали люди, которые пришли, у них горели глаза, им это было все интересно. Они как будто уже пришли готовые к этой теме, и это были как будто не случайные люди. Вот, может, для кого-то это было очень случайно, но как будто вот они все оказались там, и мне было, импонировало очень вот это взаимодействие, да, что как будто вот все сложилось так, как должно сложиться. И мои слова, они вот на эту почву с Лобрину садились, и это очень приятно мне для как-то мастера. Ну, я думаю, что случайность не случайна, и действительно, может быть, случайно, а может быть, и нет, притянулись те, кому это по-настоящему необходимо. Пускай таких необходимых, интересных и полезных вещей будет как можно больше в жизни каждого. Я у тебя хочу, Лена, тоже спросить. Поскольку я был занят на мастер-классах, я не успел все охватить. Вот, что было интересного в этот раз на этом форуме? Ну, на самом деле схема, она такая, достаточно четко выстроена. И вот именно в этой схеме было понятно, что то же самое может, наверное, могут сказать многие из спикеров про свою аудиторию. Горящие глаза, какие-то важные моменты своих знаний, ну и самое главное, атмосфера. Атмосфера и вот удивительное такое ощущение роста того, что делается ТРК-гулливер для женского формы, большого женского формы. Видно, как он растет от раза к разу. Объясните деталями, наверное, невозможно, но в ощущениях это есть. Украшения небольших там всяких и побольше женских. Их больше, чем в прошлый раз, да. В ощущениях их как-то больше в разы. Но ведь, опять же, самое главное, это ощущение женщины украшаться и наряжаться. И, видимо, вот эта атмосфера, она существовала и созидала для друга вот это состояние, что те, кто подходили и интересовались, и покупали, и те, кто продавали и рекомендовали, вот они были как-то на одной волне. Но это было еще ярче, чем в прошлый раз. Теперь только остается ждать, а чем удивит нас четвертый женский форум. И вот подходит к концу уже третий женский форум. И надо сказать, что с каждым разом, вот я наблюдаю, да, все ярче, все больше людей охвачено. И видно, что происходит трансформация у людей, да, как они с разным настроением пришли, с разным настроением ушли, и есть что им донести домой и сделать жизнь свою и своих близких ярче и лучше. Какие у вас ощущения? Мы очень старались для того, чтобы именно достичь этого эффекта, чтобы люди, которые пришли к нам с какими-то, может быть, плохими настроениями, может быть, с какими-то проблемами. Лучше приходить с хорошим, конечно, да. Ну, да, конечно, но это не всегда получается. Поэтому мы очень хотели, чтобы, уходя отсюда, они точно были наполнены и позитивны, и жизнь их становилась все лучше. И мы, правда, очень-очень старались и надеемся, что принесли ту пользу, которую, в общем-то, и хотели принести. Судя по отзывам, у нас получилось это, потому что люди подходят, благодарят, они очень довольны. Поэтому, да, мы сделали это. С учетом, что форум идет целый день с 12 часов, сейчас уже 7, а люди все это время с нами. Да, все воскресенье, они с нами. Значит, все у нас получается так, как должно быть. И мне кажется, все равно остается послевкусие такого дефицита. А еще туда не успели попасть, а еще туда, потому что параллельно происходят вот эти вот сессии, да, и ты не можешь оказаться везде. А что, приходите в следующий раз, пожалуйста. Конечно, на четвертый женский форум. Все верно, мы не будем, как я люблю говорить, мы не будем останавливаться, и будет четвертый большой женский форум в Боливере. И мы даже хотим, у нас есть задумка, нет, не буду говорить про задумки, потому что... А уже сказали нам, что будет под знаком семьи. Пожалуйста, и мужчины, и дети их тоже приводите. И хоть он женский, но он такой семейный, и там будет много всего интересного. А вот что пока остается за кадром, и это будет сюрприз. Но все равно приходите, будет классно. Да, будем рады видеть всех женщин и их семьи. Близких, да. Да, до следующей вечер. Пока. В завершение я хочу сказать, что как я счастлива. Стоять здесь и смотреть на ваши счастливые лица, это бесконечно меня наполняет вдохновением. И я хочу раскрыть маленький секрет. Четвертый форум у нас будет еще больше, потому что придут ваши дети и внуки, и мужья. Мы уже придумываем, как мы будем развлекать еще и ваших детей, как будем их наполнять эмоциями, новыми знаниями. Так что уже ждем вас на четвертом форуме! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok